Всем привет! Добро пожаловать на канал Злобного Суслика! Сейчас и проходит ивент с летними островами в Геншин Инпакт, поэтому у нас следующая будет глава, связанная, видимо, с Фишель. Апокалипсис вечной ночи. Летнее морское путешествие. День четвертый. Фишель не вернулась. Ваш отряд решает исследовать остров и проверить, верно ли гадание, если здесь мир грез и кому он принадлежит. Скорее всего, Фишель. Только что-то она не хочет со всеми остальными, поэтому у меня ее в отряде пока нема. Ну, отправляемся на место и посмотрим, что же не хочет нам показывать Фишель. Ты проснулся? Ох, уже утро. В чем дело? Что случилось? Ты, наверное, не поверишь, но не случилось абсолютно ничего. Ты проснулся? Да давай сразу к делу. Ничего подозрительно, поблизости мы не нашли. Судя по предыдущим видениям, здесь должен быть какой-то предмет, открывающий вход. Странно. Может, время еще не пришло? Думаешь, нужно еще подождать? Да. К тому же здесь нет Фишель. Она-то заинтересована в том, чтобы найти вход намного больше нас. Давайте подождем. Дадим миру грез, то есть Фишель, немного времени. Одобрив предложение Моны, вы решили сделать перерыв на чай. После тщательных обсуждений, напережьте, вы наконец-то обнаружите загадочный предмет. Ой, тут что-то в песке валяется. Книга. А рядом фигурка ворона. Эта фигурка очень похожа на Оза. Почему они тут вместе лежат? Этот ворон принес книгу сюда? Что это? Дневник? Ну-ка. Песнопение Священного Царства? Впервые вижу книгу с таким названием. Судя по обложке, неужели я написала Фишель? Название вроде «Песнопение Священного Царства» это в ее стиле. Мне нравится. Название книги ощущается что-то возвышенное. И что дальше? Надо к ней перетронуться? Фишель до сих пор нет. Неважно. Давайте зайдем в мир грез и осмотримся. Если Фишель найдет книгу, то она наверняка появится. Это точно. Я как будто подглядываю в ее дневник. Она наверняка захочет войти и остановить нас. Хотя в умах простых людей не сохранилось воспоминания о тех временах, однако ученые знают, что появительница Фишель фон шла с Нарфидот правила миром в эпоху хаоса. Шесть столетий до эпохи святых. Что? Рассказчик? Ну да, это же книга. Там непременно должен быть кто-то, кто ведет повествование. Поэтому пути нам уже не пройти. Там какой-то механизм. Словно ждет, когда мы подойдем к нему. Только у Паймен такое ощущение, что здесь все как-то слишком нарочито. Это уже как-никак священное царство. Все тут прямо так и привлекает внимание. Будь то специально. Что и жидалось от Фишель. Пугающая прямолинейность во всем. Не желая видеть, каким страшным муквям подвергаются живые существа, достопочтенная сжалилась над ними, и садкала из сумерек и грез, пристанище ночи для каждого живущего в этом мире. Правда, что ли? Так, подойдите ближе к устройству глаз ворона, чтобы понаблюдать за окружающей обстановкой. Найдите неправильно расположенные картинки. Они как-то связаны с окружающим. Поверните угол обзора глаза ворона, чтобы переместить неправильно расположенные картинки в четырех направлениях, приближая смещенное изображение к ее первоначальному положению. Приближайте и отдаляйте угол обзора глаза ворона, чтобы приблизить смещенное изображение к исходному положению. Возврат смещенного изображения в исходное положение при помощи перемещения и масштабирования позволяет восстановить путь. О, а вот эту... Ух ты, лестница в воздухе висит. Ну, давайте. Так. А, мне нужно подобрать кадр. Угу. Вот это уже интересно. Отданные преклонения колене перед силой ее высочества, ну и все зовы. Один за другим они направили в священное царство, но и не называемое нирваной ночи. Так значит, это действительно нирвана ночи? Довольно симпатичное место. Все продумано. Да, неплохо выглядит все. Ой, опять? Музыка такая, рыцарский замок, в облаках, Виталий. Так. Так, ведь надо масштабировать как-то. Вот так. Вот, видимо, она загорелась, значит, все нормально. Да? Нет. Ошибочка вышла. Может, это почти. А, вот что-то изменилось вокруг. Теперь правильно. Нужно дождаться сообщения. И только потом двигаться наверх. Пикс. Там хиличурла? Так, это интерактивный? Интерактивный, ну-ка. Стоп. Вниз? А можно мне наверх обратно? Пожалуйста. Спасибо. Так, выше он явно... Ой. Выше он явно не поедет, да? Ти-ка. Смогу я просто здесь перепрыгнуть и ухватиться, а? Не-а. Ти-кс. Ти-к-ти-к-ти. Может, опять глазом Ворона надо пользоваться для этого дела? Ну-ка. Ага, глаз Ворона, он поднялся наверх. Я думал, тот же нельзя использовать. А, вот оно. Вот оно что. Так, поближе. Опа. Попал. Теперь можно подняться на... А, листы поднял наверх. Ладно. Тогда... Да, блин. Что вы сейчас делаете? А-а-а. Так. Я, конечно, все понимаю, но что вы мне предлагаете теперь делать? Можно лифт сниз? Пожалуйста. Нельзя? Ммм. Ну, знаете, я только рад, что у меня есть главный герой Казуха. Все так делаю. Если этого нету, то все совсем печально, наверное. Так. Тогда давайте вот так. Нельзя? Облом. Ну, а глаз Ворона ты уже сюда не настроен. Так. Поплатимся за вот эту штуку. Надо было спуститься на лифте. Использовать глаз Ворона. А вот... А что вот если у меня нету Казухи? Вот если нету у меня Казухи? Все, нету его. Или Венти нету. Как мне? Как? Давайте-ка я спущу лифт. Мне вот интересно понять. Что я могу сделать, если я все запорол? Вот я запорол все, да? А-а-а-а. Вот оно что. То есть можно было опустить камеру просто, да? Так, я и то, и то восстановил? Нет. Я только одно могу восстановить. Одновременно. Только один элемент. Так. Ну и теперь у меня есть лифт внизу. Все. Теперь понятно. Ладно. Неплохо. В принципе. Я уж испугался, что а как иначе залезу? Все-таки можно. Можно. Я не разобрался, как камера работает. Мы создали священное царство Нирваной Ночи и знали за ее высочным положением величайшие личности этого места. Мы привнесли в царство поэзию, театр и приключения. Все это стало фундаментами Нирваной Ночи. Так. Все? Покончились? Ничего. Так. И куда мне дальше? Явно туда. Но должен быть какой-то мост. Но его нет. Небось какой-нибудь глаз ворона сейчас будет внизу. Ну, я на это надеюсь. Так. Да, вот. Нужно две арки, видимо, двумя отдельными глазами ворона сопоставить. Так. А, в поле зрения нет объектов подходящих. Значит, их по порядку. Угу. Так, тот я не могу мост зацепить. Значит, надо цеплять вот этот. Мне кажется, он уже должен попасть, нет? Ну. В чем проблема? Мне кажется, вот хорошее положение, нет? Может, масштаб не тот? О, где-то вот здесь. Так. Ну, можно не очень точно делать, но... Нормально. Вот глаз ворона светится, значит, он зафиксировал объект, видимо. Так, когда он не светится, значит, с ним надо взаимодействовать. Так. Ширина. Ага. О, нормально. Ну, такие щели, да? Ну, ладно. Плюс-плюс. Ка, дождь наконец прекратился, принцесса спустилась со ступеней дворца, что все приближенные смогли лицезреть несравненную славу. Так, войдите в замок, следуя подсказкам истории. А что здесь пишется? Так, Фиш... Ага. Фишель не вернулась. Ваш отряд решает исследовать остров и проверить, верно ли гадание, есть ли здесь мир грез и кому он принадлежит. Вскоре вы обнаружите статую ночного ворона, а также принесенную им таинственную книгу под названием «Песнопение священного царства». Прикоснувшись к книге, вы входите в мир грез. Окейшки. Так, там опять чурлы, да? Да, даже большой есть. Так, сейчас мы вас намочим. Помогите! Спасите! Крик о помощи. Кто-то попал в беду? Что здесь произошло? Где? Кто? Так, ворота возрождения, лист. Так. Что здесь происходит? Где происходит? Угу. Угу. Так, мне сюда, но мне еще вот здесь что-то надо восстановить. Надо сразу это сделать, по возможности. Так. Что у меня здесь есть? Ага, вот он, мостик, видимо. Мне кажется, я нормально совместил. Плюс-минус к доступному, нет? Готово. Ну, ближе, чем надо, по-моему. Ну, ладно. Так, теперь вот эту. В поле зрения нет подходящих объектов. Мм. Видимо, они один и тот же мостик переключают. Угу. Ну, что на будущее? Ох, помогите, кто-нибудь! Ой, а это разве не статуя? Какая тебе статуя? Я Леон. Рыцарь Нирваны Ночи. Рыцарь? Что-то не похоже. Не похоже? Ох, ну даже если так. Прошу, не судите Освальда строго. Это он создал доспехи для вороньих рыцарей. Освальдо? Акизап, ты ведь знаешь, да? Полное имя Оза? Освальда... Храфнавис. А, да, теперь знаю. Мегистус? Все-таки полегче выговорить. Определенно. Ха-ха, похоже на то. Уважаемые господа, мне больше не хотелось прервать вашу приятную беседу, но, полагаю, вам не сообщили, что ворота впереди заперка. А, да, полная неожиданность. Но если вы великодушно соизвольте притянуть мне руку помощи, вы благодарны себя с привилительным удовольствием, научу, как открыть ворота. Ну, тогда мы определенно должны помочь тебе. Тек, помогите Леону выбраться из подвала. Ага, видимо, нужно глазами вот этими ему что-то настраивать. Так, сейчас ему сделаем сначала вот здесь дорожку. Так, он проедет чуть вперед, да? Это, наверное, какой-нибудь подъемник, может? Именно. Так, теперь сюда. Знаете, мне намного больше, чем музыкальные головоломки здесь нравится все. Потому что он как-то поинтереснее немного, сопоставлять картинки, вот это вот дело все. Нет? Что-то сработало? Так, что-то изменилось, хорошо. И последний глазик. Так. Где ты? О, даже масштабировать не надо. Так, он сейчас приедет наверх, ну-ка. Быстрее, быстрее сюда. Я буду быстрее здесь, мужик. Или Ворон, или кто-то. Ворон, шарф. О, великие герои! Мне не передать словами те эмоции, что наполняют мое сердце в это мгновение. От всего сердца вас благодарю. Запомните этот пароль. Да будет мой народ свободен от такого в древних порядках. Ну... Я, типа, наверное, запомнил. Так, восстановите дорогу к башне. Это, наверное, теперь, может, сюда? Так, ну, я подвинул одну. Ну-ка, попробуем подняться. А, вот здесь есть вызывная плита для лифта. Интересно. А... Там она была? В прошлом лифте? Что-то не обратил внимания. Ладно, посмотрим. Восстановил я вон ту дорожку. Здесь есть сундук, да? Так, и второй тоже просто к сундуку похоже. Чтобы не ждать лифта, сейчас забегу, активирую его. Пусть он... Это же должен, типа, спускаться. Начать, да? Все, начал спускаться. Я бегу регулировать. А, нет, объект. Наверное, нужно сначала расфокусировать вот этот глаз. Похоже. Так. Куда мне? Угу. Расфокусировал его. Так. Ну, давайте чуть-чуть поближе. Он как-то реагирует немного странно иногда на все это дело. Нужно чуть более увеличено, чем... То есть, не подгонять края вот идеально, да? А... К тому, как это должно выглядеть. А, ну, чуть ближе. Как будто наложено сверху, а не на месте. Так. Лифтик. Отлично. Оба сундука забрал. Здесь больше ничего нету интересного. Топаем дальше. Так, а внизу, где был ворон, ничего там нет? Вроде пусто. Давай пароль. Да будет мой народ свободен от атаков древних порядков. Сработал. Так. Есть на... Вниз и вверх. Вверху. Тут у нас лифт, похоже, куда-то ведущий. Но, думаю, мне туда еще рано. Здесь очень линейно. Поэтому не буду сильно торопиться. Так. Так. Чур. Пикс. 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 Использовать глаз ворона. Ага. Так. И что мне надо делать? А-а-а. А, башни смещены друг от друга. Да, похоже. И... Мне нужно их как-то отклюлить взгляд ночного ворона, чтобы решить головоломку. Не очень понимаю, что именно от меня требуется. Опа. Где-то вот здесь поймал фокус. Ну, вот эта линия, да, ровно. Ну, ладно. Что-то еще сделал. Великий летописец, аристократии, преданные вороньи рыцари поднялись в башню, чтобы присягнуть ее высочеству принцессе на верности, удостоить чести, прернуть губами подолу его пурпурного одеяния. Угу. Окей. Бывает. Красота. Здесь красиво тоже. Ну, все локации эти времена очень красивые. Так, здесь есть кнопка вызова лифта. Это, наверное, если случайно залез. Ладно. Так, он, наверное, развернется на 180. А я почему не поворачиваю вместе с лифтом? Небольшая игровая условность. Понятно. Типа у меня ноги сами крутятся. Опа. Классно. Так, врата возрождения. Значит, я куда-то добрался. Сначала обойдем башенку по кругу и увидим ровным счетом... Что такое? Сесть. Нормально. Ладно. Отдохнули, побежали дальше. Так, чурлы. Вы где? Нет, у чурлы. Дальше пути нет. Только книга. Полагаю, мы сейчас услышали историю из этой книги. Значит, священное царство упомянутое в ней и есть Нирвана Ночи, а сама книга — дань уважения принцессе от ее народа. Думаю, это автобиография. Книга уже подошла к концу, но история, похоже, еще продолжается. Продолжается? Паймэн хочет узнать продолжение. Так нам стоит продолжить наше исследование. А это книга. Раз мы ее прочитали, то, пожалуй, стоит ее закрыть. Да? Мы переместились не обратно на пляж. Похоже, мы где-то в Монштадте. Доста... Распочтимая королева осуждения. Приветствую вас. Эми, деточка, мам, приготовьте отбивную котлету и рыбацкий бутерброд. Ешь пока горячее. Мама! Ой, прошу прощения, совсем забыла. Принцесса осуждения, известно ли вам, что близится час обеда? Конечно, мама. О, смотрите, какая красота за окном. Принцесса, королева, не желаете ли вы отобедать на природе с моим высочеством, королем осуждения? Мы вместе полюбуемся красивыми видами и насладимся дарованными небесами явствами. С удовольствием. Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Ладно, я скажу. Значит, настоящее имя Фишель Эми? Получается так. А те голоса принадлежали ее маме и папе. Что вы так на меня смотрите? Прошу прощения за вопрос, но... Мегистус это твоя настоящая фамилия? Сомневаться во мне вздумал. Я гениальный астролог. Мое полное имя астрологист Мономегистус. Астрологист Мономегистус. Прошу прощения. Не длинновато ли? Только у истинных гельев может быть такое имя. Вряд ли это связано. И что вы обо всем этом думаете? В одном мы убедились. Закрытие книги — способ изменения мира грез. Родные Фишель подыгрывают ей. Как это мило! Но вряд ли они стали бы баловать ее так всегда. Судя по голосу, это ее воспоминания из детства. После взросления многое может измениться. Мона, тебе многое известно, а Фишель! Мы же подруги. Но что в этом такого? Где она сейчас может быть? Судя по тому, что мы услышали, Фишель куда-то ушла. Нам тоже стоит двигаться. Наверняка мы что-нибудь найдем. Да, детская комната Фишель. Интересно. Не в задании легенд. Хоть вы видите про нее что-нибудь узнаем. Ой, мы вернулись! Как же так? Почему мы вернулись? Мы дослужили историю! Какое противное чувство. Все равно, что купить поддельные учебники по астрологии. Или когда в самый разгар ужина вдруг вспоминаешь, что забыл дома кошель с Мурой. Кошмар! Похоже, их это здорово расстроило. Честно говоря, мне тоже не нравятся книги с открытым финалом. Ха-ха-ха, в каком смысле, кому такое нравится? Давайте попробуем вновь войти в тот мир гряз. Отличная идея! Ну, идем же! Что? Никакой реакции. И мы до сих пор здесь. Странно. Мы только недавно в путь был свободен, а теперь нас туда не пускают. Да что же это такое? Как можно не давать людям дочитать до конца книгу? Какая жестокость! Может, дело в том, что эту книгу мы как раз и дочитали до конца? Перед тем, как покинуть мир грез, мы заметили, что книга была на последней странице. Думаю, песнопение Священного Царства состоит не из одного тома. А с легкими романами всегда так. Хочешь узнать, что будет дальше? Тогда покупай второй, том, третий и еще, и еще! Фу! Оф, я обязательно узнаю, о чем все закончилось. О да, концовка. Всех вечно интересует, чем книга заканчивается. М? Кто это там? О, нет. Она меня заметила. Смирно, смирно. Кто ты? Я Арнольд, спроси-ка я, как добраться. Довольно очевидный намек. Арнольд, позволь спросить. Не Арнольд, а Арнольд, спроси меня, как добраться. Можно спросить, Арнольд, спроси, как меня добраться. Конечно, госпожа. Есть ли у Песнопения Священного Царства продолжение? И где его найти? О, вы обратились по адресу. Песнопения Священного Царства — это священное писание Нирваной Ночи в трех томах. Последние два тома можно отыскать на высотах столичного города. Чтобы найти второй том, вам нужно подняться на самый верх башни. Башня? О, речь о вон о той башне? Совершенно верно. В этой башне хранится Священное Писание. Попасть в нее можно с помощью секретного прохода. Чтобы найти его, вам стоит обыскать ту пещеру. Хорошо. Спасибо, Арнольд. Не Арнольд. А Арнольд, спроси меня, как добраться. Больше прелестная госпожа не хочет меня о чем спросить. Например, если у меня девушка. Или сколько я зарабатываю в месяц? Нет. Спасибо, до свидания. Думаю, этот ворон нас больше не интересует. Через потайной ход, по которому можно попасть в башню. Идем. Милая госпожа, неужели он совсем не любопытен? А ведь за вашу красоту я готов раскрыть вам все тайны Нирваны Ночи. Госпожа! Кинули ворона. Апокалипсис Вечная Ночь. Задание выполнено. Следующий Апокалипсис Вечная Ночь. Найдите второй том песнопений Священного Царства. Остров очень сильно изменился. На нем появился замок. Только это, видимо, не все. Замок должен быть и на втором острове, насколько я помню. Ну, по интерактивной карте. Давайте-ка посмотрим. Я понимаю, что мне нужно какую-то пещеру наверху. Но сначала здесь же должно быть еще что-нибудь интересное. Ну, цветы Филомена. Вороны. Сцена. Это самое главное в любом представлении. Она должна быть без изъяна. Эту сцену монтируют вороны. Че? Че-че-то? Ладно, проехали. Дома только какие-то немного заваленные, что ли. Ладно, с воронами всегда можно будет поговорить. Но сначала сюда. Так, с этим все. Блин, казуха мне нравится. Я его даже не прокачал. Уже дома. Так, ладно. Я пока буду только на центральном острове кусить. Поговорить со статой ночного ворона дознаватель, чтобы провести дело к заключению. А как только все остальные статуй ночных воронов закончат давать показания, можно установить цель. Ага. Ну, наверное, прикольно. На всех в этом мире накладывает бремя ответственности. Искатель тайм, я хочу знать, кто должен нести это бремя ответственности. Какой прекрасный день! Идеальный день для отдыха! Ох, я так долго стоял на страже, что мои когти совсем онемели. Эй, ты, отдыхающий, не могу ты постоять на страже вместо меня? А? Хорошо, если ты так долго стоишь на страже, я сжалюсь и подвиню тебя. Я так долго стоял на страже, а ты, оказывается, все это время отдыхал? Да кто говорит. Но сегодня не моя смена. А чья тогда? Ты стоял на страже, когда я пришел. Я просто проходил мимо, когда человек, который стоял на страже, попросил меня его подменить. Зачем этот парень пошел отдохнуть под зонтиком? Зонтиком? Искатель тайм, ты знаешь, кто должен нести бремя ответственности? Блин, я знаю, кто должен нести бремя ответственности, только эти дурацкие слаймы не дают мне ничего доделать. Так, значит, получается, что вот этот ворон долго стоял на страже, попросил, у него уже отваливаются ноги стали, попросил отдыхающего постоять на страже. Потом ушел сюда, сказал, что а, где же ты? Я тебя так долго ждал, была же твоя смена, вот этот говорит, что смена была не моя, просто проходил мимо, и меня попросил парень, отдыхающий под зонтиком, постоять на страже. Просто. И получается, вот этот отлынивал от работы. Наверное. Да, да, как, как? Стой, стой, я не хочу это заново слушать. Так, закончилось, теперь нужно, а, можно теперь подойти и выбрать его, наконец. Так, правильно? Правильно. Загадка была решена, верно. Так, так, тут и вороны на этом, на рынке, тут еще вороны, так, еще. эй, ты слышал? О чем? Рассказывай. Тихо, кто-то идет сюда. Странно, ладно. эй, ты слышал? О чем? Рассказывай. А, что, не будут говорить, видимо, при мне. ладно. Так, хорошо. прошу прощения, но территория впереди находится на реконструкции, заглядите позже. Ну да. Так, здесь еще одна сцена монтируется, похоже. Да. Ладно, двигаем наверх, потихоньку. Соберем яблочко с ворона. Так. Куда я иду? Так, ага, вон, мне вот к этому сундуку сначала. Так, закончил. Так, давай-ка ты не будешь здесь свой щит. Ах, ты же, восстанавливать или отряхивать от меня. Все, с ними закончил, можно двигаться наверх. Так, вот это ведем пещера, да. Там проход, тут лифт. А, кстати, вот один из рисунков. А, рисунок, видимо, со старого остались. Хорошо, что их не убрали. Так, спать хочется. так, этот лифт меня может доставить наверх, да. Но у меня больше пока... Ох ты, мясо. Так, здесь постамент для книжки, похоже. Странно, почему уже лифт не работает? На вид, все в порядке. Не могли бы вы мне помочь? Мои крылья уже не те. Лифт не работает. Ну, наверное, потому что лифт чуть-чуть завален. Так, ладно, надо отсюда выбираться. Где там лестница была? Видимо, это уже рано, 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 надо наверх подниматься, потому что здесь у меня опять что-то мне недоступно, похоже. Ну, я так думаю. Поэтому раз-два, раз-два и наверх. Потом воронам поможем, когда будем... А, может, вызвать его надо? Нет, он просто не работает. Видимо, это потом может вместе со вторым островом как-то или что-то такое будет. Но пока поехали наверх. Так, поворачивается медленно очень. Так, высоко? Угу. На самую вершину. Опа. А тут что-то есть. Какая-то пещера. Блин, не хочется сходил. Ладно, это все можно всегда сделать потом. Так. Тут что? Ягоды. Мне нужно дальше по дорожке всему. Так, можно рубить? Можно. Нормально. так. Тут что такое? На всякий случай надо все проверить. Ну, на всякий случай не надо было. что такое? Как же поступить? Что тебя беспокоит? Никак не могу решить, что же мне сделать, чтобы стать великолепным рыцарем, как Серооз. Мне не остается физической силой, поэтому хочу улучшить свое мастерство. Например, я хотел бы научиться родить сеть манеке над ним взмахом. Говорят, чтобы пользоваться доверием его высочества, должно быть у вас есть необычайные способности. Могли вы их мне продемонстрировать? Не сомневаюсь, что сможет сразить все манекены одним лишь дуновением. Это есть такое ежедневное задание в Манштадте. Там тоже нужно сделать подобную историю. Видимо, Фишель оттуда брала вдохновение с этой девушкой. Так, я куда-то пришел. сундучок мне наверх, а тут что происходит? Что тут такое? Какую вам историю рассказать, детишки? Так, давайте расскажу про беззаботное детство. Хорошо, дружила как-то одна пара, с детства не разлей вода, но оба стеснялись рассказать о своих чувствах. В конце концов, нашлись добрые люди, которые помогли им признаться. Но счастье не могло длиться вечно, и однажды на них напали монстры. Одному из возлюбленных пришлось пожертвовать собой, чтобы его половинка смогла спастись. Но не волнуйся. Крик юноши был услышан и его спас проходящий мимо герой. Так друзья смогли воссоединиться. Жили недолго и счастливо. Ладно, а что еще? Про того, кто хотел стать стражником. Конечно, жил был на свете юноша, который всегда равнялся на своего старшего брата и хотел стать стражником ее величества. Но стать стражником не так-то просто. Поэтому он каждый день тайком пробирался в замок, чтобы подсмотреть, как ведут себя стражники и научиться их ремеслу. Он так старался, что от усталости мог заснуть прямо в лифте. И в тот день, когда его были готовы принять стражники, случилось то, чего он так боялся. Кто-то узнал о его тайных проникновениях в замок. Но человек, который его заметил, не стал докладывать об этом страже. И ничего не помешало юноше стать стражником. Вот так это жил-был один храбрец. Он мечтал воспарить высоко над облаками, почувствовать мощь ветра, познать безграничную свободу. Он не боялся ни шторма, ни урагана. Он пронзал тучи и волны. Много раз он получал удары и падал, но никогда не сдавался и пробовал вновь. И однажды он все-таки стал учителем полета. До самой старости ему не было равных в подвигах. говорят ныне он живет затворником на этом острове и все кто хочет получить его наставление должны отправиться к нему в одинокую башню. Интересно, одинокая башня это вот это где хельчурлы копаются? Ну на будущее может быть это как-то и пригодится. Посмотрим. Так, а пока мне нужно еще выше подниматься. О, тут что-то вороны караулят. Стоять! Кто идет? Судя по виду вы не из Нирвана ночью. А ну говорите зачем явились? Ой, стража? Без паники. А ты чего думал? Мы слоги ее высочества принцессы. Мы пришли сюда через море звезд чтобы попасть сюда. А доказательства у вас есть? А столь нелепые вопросы лишь докаж вызывают вашу недалекость. Да будет мой народ свободен от таков древних порядков. Это же пароль Нирваны ночи. Они действительно слуги ее высочества. О, да что это меня нашло? Примите мои искренние извинения. Раз ошиблись, тогда идти дорогу. Семь минуту, мы уже уходим. Ушли. Вот и второй том песнопения священного царства. Все готовы? Вперед! Однако, темная мгла двигалась на нерваную ночь. Хлобный дракон Таслак проник в недра земли, пересек океан и направился к вершине башни. Дракон? Может, просто погода испортилась? Дракон? Какая-то метафора? Возможно, все, кто не поддерживал Фишель, пытались разрушить ее фантазии и пристали в образ заклятого влага злобного дракона Таслака. Я надеюсь, я не хочу драконов, мне хватает Двалина, Аждаху, но тоже отчасти дракон, всяких змеев и прочих страшных что. Так, ну что, восстанавливать мостик? Ну да, кто бы сомневался. Так, регулируете область глаза ворона, используйте другие объекты, чтобы закрыть недостающий элемент конструкции. Так вы сможете влиять на окружение и восстанавливать полноту конструкции. Даже если между глазом ворона и отсутствующим сооружением есть препятствия, корректировка обзора поможет его отремонтировать. В смысле? И как? Нет, что-то я не очень понимаю. А что я должен тут восстановить? То, что я не вижу? Здесь что-то нет, эти глаза работают как-то по-другому. Внимка, еще раз. А! Вокруг что-то изменилось. Что? Подговоры осознавали, какая паска надвигается на них. Днями и ночами они там чего-то слишком быстро исчезли. Интересно. Ладно. Так, сначала сюда. Привет, Хили, Чурлы. Подбегай поближе. Тут все, а здесь ничего нет. Просто Чурлы. Чурлы, чурлы, чурлы. Текс. Врата Возрождения активированы. там впереди раковина. Наверное, мне ее надо брать. Будет обязательно. Так, сначала так. Щит. Потом стянуть и ударить. Остается с тобой, разобраться. готово. Побежим дальше. Побежим дальше. Так, воспользуйся устройством, чтобы починить дорогу. Каким устройством? Где устройство? Так, ладно, сначала воспользуемся хиличурлами, чтобы почистить дорогу. так, с этим закончено. Так, этот тоже готов? Последний. Так, здесь где-то раковина. Ну, давайте-ка ее используем. Ост, мой верный темный вассал, положи путь принцессе осуждения с помощью правды, которая видит твои глаза. Все неизменные ускользают моего взгляда. Это всего лишь иллюзия. Миледи хочет сказать, что если недостатка не видно, его нет. Ммм, так, мечтательные видения, песни путешественников. А, ой, ой, можно получить в мире грез пламенная песня. Я там где-то пропустил ракушку. Я когда блин, задание в мире грез Сян Лин я пропустил ракушку. Блин, это плохо. О, ничего. Контракт ночного дозорного. Контракты подписаны самой принцессой осуждения, которая дает владельцу привилегию открывать навигационные станции. Тот, кто предъявит его, будучи уполномочен, немедленно расправить свои черные крылья там, где рассвет встречается с закатом и заключить небо в объятия ночи. Какая-то штука. Ну, раскрыть свои крылья, может быть, это в той одинокой башне, в которой здесь сказка была. Так, стоп, надо что-то восстановить, только где сама делка. да я делал. Так, а что мне надо делать? Ну, ладно, что-то, что я не вижу, оно сделалось. Ее высочество не дошло до того, чтобы сродиться с драконом. Но бой, несомненно, повредил бы замок. Так, это что за кнопка? Вау! Что-то башня куда-то поехала. Не совсем понимаю. Ладно, думаю, мне к этому еще предстоит вернуться. Пойду наверх. так, чурлы, да? Казы ну, юксакю, суда! Эп, селедочкой. Нет, тунцом точно. еще не все? Так, кто в меня там еще стреляет? Ну сколько можно, да? Так, ладно, идем на губашню Так, видимо, было нечего раздувать Чуть дамага мало Так, а мне вообще сюда надо было Или куда? Давай сначала на эту башню поднимемся Может там что-то было кроме хиличурла одинокого? Да, сундук не зря зашел Так, теперь лезем выше Так, что тут? Тут у нас вот эта странная штука Так, и последний И последний Все Так Надо вот это вот восстановить Только я так понимаю Сначала это нужно перекрыть себе обзор Видимо так Значит вот эту вот колонну надо куда-то сюда придвинуть Не колонну, башню странную Блин, так близко подходит Вообще страшно даже Так, и теперь я, наверное, могу восстановить здесь Ага Ну, примерно понял, как это работает В конце концов, священные молнии Принцесса пронзила чешую дракона И молвила она, стоя под кровавым дождем А что она молвила, стоя под кровавым дождем Ну, видимо, это не особо важно Так, с этим чурлом все Ползем дальше Так, нужно отдохнуть чуть-чуть Так, готово Здесь, наверное, сейчас еще будет какой-то рассказ кусочек Что она молвила, стоя под кровавым дождем Так Так Так, с этими чурлами все Все здесь? Нет никого больше Так, что-то не сундуков Ничего тут нет Так, здесь обзор Что мне надо восстанавливать? Вон там два моста Значит, их нужно как-то тоже перегородить, да? Так, наверное, один я, по крайней мере, точно перекрыл Да? Да Я нахожусь Ну, вот Точка Отлично Так, идем дальше Так, куда еще хиличурла? Воу Он уцелел? А, нет Что уж Это я обалдел От такого Падения Помогите! Здесь есть кто-нибудь! Спасите меня! Опять ли он? А, там он на самом важном месте Что же принцесса молвила-то? Какой-то знакомый голос Неужели это тот вороний рыцарь? Так, сначала щитов избавимся ваших Потом от вас сами Так Так Хотя, наверное, дальше мне пока не надо Нужно идти на источник голоса Как хорошо, что здесь кто-то А? Опять вы? Это мы должны у тебя спрашивать Опять ты? Спасти Леона Так Где здесь какие-нибудь гляделки? Так Тут никаких нет Видимо, надо куда-то вниз Спускаться Ага Вот один глаз Так Что я могу им сделать? А, здесь также нужно Искать Спрятанные То, что я могу, в общем, восстановить Пока Ага Вот Чтобы не было видно Так Этот Есть Значит Следующий глаз Тут у нас Можно вот этот перекрыть Чтобы не было видно Дальше Тут что? А вот этот нужно Этой с тумбой перекрыть Готово Ну что, все? Поднимаешься наверх? Мне тебя где ждать? А, на самом верху Надо лезть выше Так Нет Блин, а здесь нет прохода Блин Да, да Я иду Говорить с Леоном Я просто все время Не в ту сторону иду Прошу прощения За то, что Господам уже Не впервые приходится Видеть меня в таком Жалком состоянии Действительно Пока не достает сил Чтобы играть роль Настоящего вороньего рыцаря Играть роль? Стыдно признаться Но я не настоящий рыцарь На самом деле Я начинающий актер На шоу-работу Совсем недавно Вот тренируюсь Играть роль Ночного ворона Да уж Гордиться тут нечем Нет-нет Вы просто не знаете В Нервальной Ночи Театр Важная часть культуры Хорошее выступление Лучшее Выражение благодарности Для ее высочества Принцессы О, значит Это ваша местная культура Именно так Именно поэтому Я не сказал Она счастлив Сыграть роль Жицаря А почему Ваша принцесса Так нравится театр Однажды Однажды Высочество Сказало Эмоции Хороший Давай Ах, да Не забудьте Пароль Слушай Мой приказ Махни крыльями И отправляйся В полет Так Войти в замковую библиотеку Интересно Нас опять Выкинет Из грезы Или Как Слушай Мой приказ Взвахни крыльями И отправляйся В полет Снижка Появилась Так Закройте Песнопение Священного Царства Достовощенные родители Приветствую вас Сегодня в Нирване ночи Происходит Важное Празднование Если у вас Выдастся Свободное Время Не могли бы вы Эми Ты уже слишком большая Что продолжает Так себя вести В твоем возрасте Уже пора Вырасти Из этих сказок И перестать В них верить Но Кстати Где тут Новые книги Купила Учебники По игре На пианино Учись Хорошо Потратить Наконец Время На что Нибудь Полезное Мама Я Поняла Ну вот опять Похоже Мы только что Увидели истинное лицо Злобного дракона Эх Как же я ее понимаю Всегда есть люди Которые считают Твое увлечение Пустой тратой времени А ты А ты Я Арнольд Спроси меня Как добраться Я имею ввиду Как ты Тут снова оказался Оооо Я подумал Что вы направитесь На поиски Третьего тома Песнопения Священного царства Да уж Угадал Милейшая госпожа Мне от вас Ничего не нужно Возможность Любоваться Вашей красотой Уже величайший подарок Я отвечу На интересующий Вас вопрос Третий том Священного писания Находится На самом верхнем Этаже Королевского замка Он охраняется? Ну что за вопрос Господин Безусловно Охраняется Вы хоть раз Видели Чтобы такие важные Книги Валялись Без присмотра В безлюдном месте Другими словами Нас там будет Поджидать Воронья стража Охрана Священного писания Величайшая честь Для каждого подданного Но вам Милая госпожа Не стоит опасаться Я уверен Вы всего на всего Хотите с ним Ознакомиться Лицо Милой госпожи Просто Обворожительно А какой Мудрый У вас взгляд Ваши спутники Тоже Походят на героев Вы Госпожа Определенно Заслуживаете Чести Прочитать Наш священное Писание Великий летописец Оз Записал Каждую крупицу Биографии Ее высочества Это произведение Стало сокровищем Нирваны ночи Каждый раз Перечитывая его Я надеюсь Что принцесса счастлива Апокалипсис Апокалипсис Вечной ночи Очередное Задание Выполнено Найдите Третий том Песнопений Священного Царства Так И где он? Ага Появился Королевский Замок Так Это мне в какую Сторону Давайте Пожалуй Спрыгну С балкона Здесь Наверное Лететь Будет Проще Ну-ка Ну Почти Так Внизу Вроде бы Ничего Новенького Так Забирайся На самом деле В этом Замке Который Был В этом В тени Не в тени А в иллюзии Куда мы заходили Там Было Еще Кое Что Интересное Там же Можно было Наверх Забраться Но я Этого Не сделал Я пошел Читать Книжку Блин А может Зря Видимо Потом Как-то Придется Повторно Проходить Вопрос Только Можно ли Будет Это пройти Повторно Так Куда Мне Идти Там Лифт А с этой Стороны Что Так Мят Ацеток Сахарок Еще Фатуй Только Не хватает Так Еще Одна Сцена Уже С декорациями Оу Здесь На них Напали Чурлы Не Не трогайте Ворона Все Вороны У вас Все в порядке Монстры Оказались Сильными Не знаю Чтобы Я без вас Делал Позволь Мне Отблагодарить Тебя Этим Не Отказывайся Прошу А теперь Мне нужно Смотреть Своих Раненых Товарищ О Не 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 Зря Помог Дали Сундук Так Здесь Что-то Рухнувшее Какое-то Все Так Тут Есть Что-нибудь Ценное Важное А Там Есть Ракушка Ну Ракушка Это Ракушка Это Потом Так Так Статуи Ночных Воронов С Синими Шарфами Никогда Не Лгут Вы Можете Полагаться На Сказанное Имя Статуи Ночных Воронов С Красными Шарфами Частенько Лгут Не Особо Доверяйте Их Словам Так Хорошо Расследовать Тайну Между Работой И Отдыхом Должно Быть Разности Искатель Тайны Хочу Знать Кто Из Них Бездельный Человек Эй Кто Ты Че Ты Там Блин Дамы Весьма Ставан Графика Итак Кто Отлынив Раз Упомянули То Я видел Воронов В красном Шарфе Который Отправился На Побережье Что Мы Единственные Кто Красный Шарф Хочешь Скажешь Что Это Я Отлыниваю Я Этого Не Говорил Успокойся Мы Просто Обсуждаем Клянусь Именем Принцессы Я Не Отлыниваю Но Тогда Кто Ж Он Ничего Не Видел Он Просто Хочет Свалить Вину На Меня Я Никогда Не Золот Сканай Искатель Нашел Того Кто Из них Бездельный Мне Кажется Вот Вот Этот Ворон Дайте Взаимодействовать Можно Ошибся Значит Вот Этот Ворон Ладно Прослушаю Сначала Потом Поверюсь Ну В Красных Шарфах Не Всегда Лгут Частенько Лгут С другой Стороны Вот Этот Начал Всех Ну Кто Ж Отлынивает А Вот Этот Он Вообще Ничего Не Говорил Ну Блин Я Не Хочу Четвертый Раз Слушать Надеюсь Я Правильно Угадаю Да Вот Этот Ворон Он Не Говорил Что Он Не Отлынивал Ничего Он Просто Да Да Давайте Разберемся И Все Блин Оказался Обалдеть Так Что Тут Еще Есть А Идем Больше Ничего Надо Ити Он Хили Чурлов Пинать И Залезать В лист Похоже Уже Хотя Надо Пробежаться По низу Острова Может Там Еще Есть Какие Нибудь Загадки Есть Вижу Какой-то Ворон Одинокий Сидит На Скамеечке Не Он Разговаривать Не хочет Так Там Домик Одинокий Что Еще Что Еще А Больше Вроде Бо Ничего Нет Здесь Рыбачат Вороны Ах Какой Прекрасный День Он Просто Создан Для Замаскированной Рыбалки Какая Жалость А Что Такое Замаскированная Рыбалка Ах Раз Сто Услышать Лучше Один Раз Попробовать Присядь Вон На Тот Стол И Потяни Удочку Есть Так Что Нужно Нацепить Наживку На Крючок Ладно Либо это Что-то Просто Чтобы Меня От Занятия Важными Делами Либо Это Просто Еще Недоразблокировано До Конца Одно Из Двух Одно Из Двух Так Идем Кучи Хиличурлов Привет Ребят Да И Вся Вес Лут Внес Ладно Поехали Наверх Чем Ты Замкидаешься Иди Лес Или Чур Так 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 Выход Будет Здесь Пещерка Идите За мной Здесь Лучник Мне Просто Наверх Сразу Поднять Вас Не По Лучше Лежу С вами Разбираться Гол Хороший Полет Так Все Я Зашел Внутрь Теперь Надо Подниматься Наверх Не С места Опять Вы Ты Чего Мы же Васал Ее Высочество Принцесс Вот А вот Лжать Ее Высочество Принцесс Не Может Знать Таких Мелких Сушек Как Вы Что Ты Готов Отвечать За Свои Слова Повторя Еще Раз Ее Высочество Принцесс Не Может Знать Таких Кто Здесь Мелкие Сошки Ее Высочество Принцесс И Господин Оз Использовать Такие Неподобающие Слова Обращение К Подданным Нирваны Ночи Недопустимая Грубость Как Вы Смеете Смотреть С высока На Лично Отобранных Мною Вассалов А ну Прочь Но Никаких Но Слушаемся Ваше Высочество Фишель Уас Вы Вернулись Можешь Пока Что Считать Так Миледи Имеет Ввиду Что Отыскать Это место Для нас Оказалось Нелегкой Задачей Хоть Нам И не Хотелось Сталкиваться С миром Грез А Бросить Вас Здесь Мы Не Могли Мона Оказалась Права Не Хотелось Сталкиваться Но Мы Как То Залежим Свой Личный Дневник Да Дело Не В этом Если Б Не Было Так Легко Задеть В этом Мире Не Существовало Бо Такого Прекрасного Места Как Нирвана Ночи Миледи Хочет Сказать Что Здесь Есть Куда Более Важные Проблемы Проблемы Вы С чем Столкулись Обсудим Это Позже Сперва К делу Вперед Вперед Книга Прям Перед Нами Не Время Стоять Столбом Так Я Знаю Что Там Может Я Сейчас Открою А Потом Будет Проблема Поэтому Надо Подняться Наверх И Здесь Только Вы Опять Головоломка С обманщиками Люди Меняют Своё мнение Когда меняется Их положение Но Может Быть Полезно Плыть По течению Искать Итай Хочу Знать Кто Из них Был Действительно Обман Ну Ты Принёшь Товар Да Ты Принёшь Что я Просил Доставай Вы Своими Глазами Полюбуются Дай-ка посчитать Один Два Три Да Десять блестяшек Они Все Подельные Осторожно Только Вот Блестяшки Блестят Не так Ярко Как Должны Ты Не Собираешься Забрать Блестяшки Не отдав Товар Это Так Не Работает Товар Я знал Что ты Меня Манишь А Поэтому Я не Принёс Его Нет Сегодня Я Принёс Товар Он Меня Ты О чём А Я понял С ними Заодно Прости Доставить Товар Стоило Мне Больших Трудов Забирай Его Да Босс Забирайте Что Так Вы Двойне С ним Ты Слишком Неопытен Чтоб Тягаться Со мной Я Устроил Всё Что Вы Сделан Чистую Воду Этого Стоило Искатель Тайн Нашёл ли Ты Того Кто Из них Был Действительно Обман Тебя Честно говоря Не очень Понял Что происходит Вот этот Должен был Принести Товар Да Он Главный В похитителях Сокровищ Здесь Вот этот Передаёт Ему Поддельные Блестяшки Вот этот Говорит Что Да Блестяшки Поддельные Этот Говорит Что А у Нет Товара Он В Тайс Говорит Что У Меня Есть Товар Я Вам Его Отдам И Они Получают Блестяшки Так Что Ли Так Ну Вот эти Вот явно С кем То Из Похитителей Сокровищ Значит Был Обманут Какой То Из Похитителей Сокровищ Давайте Вот Этого Выберу Хух Была Не была Не хочется Долгий Диалог Не хочется Услушать Второй Раз Неправильно Ну В принципе Возможно Все Намного Проще Что Вот Эти Трое Сговорились Чтобы Вот Этого Вывести На чистую Воду Они Даже В конце Говорят Может быть Все таки Его обманули В итоге Да Так оно И есть Надо было Просто Особо Не мудрить А Подумать Просто Прочитать Что Что Мы тебя Обманули Что Вывести Тебя На чистую Воду Все Конец Великолепие Но Такое Хрупкое Такое Огромное Но Исполнное Молодушие Это место И восхищает И вызывает Презрение Механизм Да Здесь есть замок Но у него как будто Не хватает каких-то частей Фишель Это твой Принцессе Нужно подумать О чем тут думать Миледи Это грустный замок Который вы Некогда Нечаянно Сломали В порыве Грусти Ос Не рассказывай Насколько я помню Моему Царственному Владению Не достает Пару фрагментов Значит Нам нужно Отыскать их Да И мол Она Стоит Под Кровым Дождем Да Будет Мой народ Свободен От Такого Древних Порядка Столь Мудрой И Исполнен Человеколюбие Слова Истинной Принцессы Вот Только В царстве Все сейчас Совсем Не так Тьма Превожит Людей Ее Высочство Принцесса Начала Петь И Соединились Прекрасные Звуки В гимне Нирваны Ночи Так Мне нужно Сначала Найти Фрагменты Да Нуж Сначала Найти Фрагменты А потом Уже Что-то Видимо Делать Так Пойдем Сначала Вот сюда Так с этими готова бежим дальше тут какой-то кубик его надо поставить считай поставил и что это не дало а башня пыталась ну давай-ка туда схожу это кого-то не башни вот вверх ногами это мост смотрит вниз а я бегу по арку мостом который обычно так тут что кубик а нет объекта допустим допустим ладно тогда пока пройдемся дальше да так чурлы арбалетчик к сожалению так сейчас я их просто наверно скину вниз а этих уже так просто не спишь посиди там с ними все и здесь нету ничего а нет и классно сундук хороший и в нем контракт ночного дозора еще один у меня уже два контракта ночного дозора что с ними делать правда вообще непонятно так принципе можно оттуда перепрыгнуть вон туда попробовать даст ли это мне что-нибудь может и даст кстати было не было так это убегка мне нужно глазу ворона так ставим на дно башни что из этого получится ага башня как повернулась ну думаю мне надо в лист любом случае я доехал понятно вот сейчас глаз ворона смотрит на этот кубик и мне нужно приезжать даут к стене так пробуем чуть-чуть надо сдвинуть теперь можно лезть наверх я думал не хватит мне выносливости но все обошлось так мужик с топором так с ним все тут все дальше бежим видимо вот фрагмент замка судя по всему и что с ним делать из простых камней явился на свет замок и деревни расстелались словно моря достает же моё царство подобно маленькому райскому уголку я себя правильно прочитал не все так ладно этот фрагмент он переместился сам или нужно его поставить вот вопрос а по моему сверху он сам приклеился отлично бежим дальше так и чурл с деревянным щитом у нас начало вот и куча сметан кресло так все все так это с лесенкой поставил видимо залезть и перелететь куда а именно так так тут не все так просто наверное нельзя сейчас быть ничего да что-то сначала надо будет сделать так все это ушел сейчас использую гласворно сначала спасибо так чем живущий а и здесь тоже ничего нельзя использовать ладно значит вот сюда надо видимо его как-то по кругу что ли двигать придется минуты только тебя там не хватало давай не надо нападать все отагрился нет вот ну а я же не смогу использовать глаза ворона пока он не атакует все и дети я теперь бежать в обратную сторону и значит сначала этот кубик сюда потом тем глазом его двигают туда дальше ну и двигаю до конца в общем наверное так здесь нет сундуков нет так передвинул теперь дальше 1 просто будет масштаб сейчас уменьшить а тут у него сбоку еще один кубик есть прикольно да вот здесь был приклеен сейчас у этого наверно кубика тоже есть кубик сбоку да да вот он с лесен это забава поменьше а нет что-то сместил последний момент видать все и тем как закрыть просто нажал кнопку сторону немножко так хорошо забираемся наверх и так там чурлы патрулируют здесь так привет пошли за мной все за мной арбалетчик я не хочу вас бить по много раз в одиночку а еще тебе у вас было собрать все давайте все сюда идите раздуваем и вот так все тут еще остался от нужная синьян лечить так мужики спускайся вниз сначала о том свой поговорим так и это тоже нас коллективная собеседа и все да ничто тут просто двор я думал головоломки исследовать что написано на ключ к вратам свободы это храбрость чтобы без страха броситься с обрыва а а а хорошо ничего не хорошо все плохо так это поставили на место и еще один кубик туда же ведь застрял чутку что поверх его что с тобой делать я не понял ну какие-то воздушный поток может туда сначала надо не знаю даже нет это был обман это был обман ладно да хватит застревать больше ничего нет может его сбоку надо как-то прилепить нет я не понял что это что сделал честно но она заработала куда мне вот к этому листу нам надо судя по всему да наверное так то здесь волк да кстати хорошая идея чтобы с вами довозиться просто вас всех спинуть так сначала разобраться с все и за так теперь фрагмент игрушечного замка можно думаю забрать водные преклонили перед ней колени и молдена она честь торжества устроим представления на равнине слонитесь передо мной да преподнесите в дар свои грезы во имя славы вечной ночи звучит как хороший конец сейчас узнаем хороший не очень она сразу поднимает к замку нас да на эту площадь так и что теперь нужно склеить это все нужно приблизиться а задание что чтение почините игрушечный замок в этом мире грез есть от еще одна фишель рожденной из тьмы она правит этой землей господствуя нас всем в нирване ночи может ли страх и трусисть поглотить душу кто из двух принцесс одержит победу в конце концов ухты и что тот при приближении какая-то появился какой-то марк и что изменилось я не понимаю оу понятно что изменилось нужно было поместить замок перед собой так войти наконец так и знал что здесь появится прошу не нужно так уверен это самый самый последний раз ну да конечно так и как не тебя вытаскивать сначала наверное вот этим светить в ту сторону до чтоб подвинуть его так туда его подвину так и теперь что а вон внизу есть один еще так тянем к себе значит теперь его так где то вот ага поймал ракурс теперь нужно куда то видимо наверх подниматься потому что так где то здесь еще один глаз был вот он так за езжай поле зрения сходящих объектов нужно дождаться пока он доедет ладно в игровые условности ну я ж тебя то пытаюсь поставить нет что не так ну вот мне кажется нет попробую просто поелозить разными ага вот что то а поближе 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 так вот 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 а странно это очень странно этот глаз сработал даже не особо понял всю эту его идею стоп а дружище тебе стоит получше собой со себе если хочешь выжить путешественнику нужны стойкость храбрость и понимание опасности да стойко храбр но тебе определенно стоит обратить внимание на последний пункт списке будь осторожен я запомнил ваши слова но нам пришла пора попрощаться может вы не заметили но погода прояснилась а море стало спокойным и гладко как же долго мы ждали этого дня вы наверняка думаете и как только такой промечивый человек мог податься в актеры но поверьте мне все это не простая случайность каждый ночной ворон ищет свое призвание наша работа непрерывно связана с нашей судьбой мы рождены чтобы найти роль которую нам предназначено сыграть может вы и не знаете но песнопение священного царства это книга пророчеств книга пророчеств? но она же вроде бы о священном писании да сотни лет назад нирвану ночи объялась зловещая мгла но наша владычица будто потеряла к своему царству интерес она не предпринимала никаких действий а вскоре после этого среди нас появился великий летописец Оз он принес в наш мир священное писание и вдохновляющее пророчество пророчество записано в книге и в нем предсказано истинное будущее нирваны ночи полное счастья и процветания с тех пор мы верили что окутавшие наш мир мгла однажды рассеется и ждали этого с нетерпением но наша повелительница и ее высочество принцесса она непременно вспомнит о том каким некогда прекрасным было это место ради нее мы должны следовать пророчеству и должны играть свои роли именно поэтому я решил сыграть храбреца и готов пойти пройти бесчисленные трудности и опасности но не воду все ради того чтобы выразить ее высочеству свою преданность ваше высочество точно когда мы тебя спасали она почему-то пряталась о, мои подданы твоя воля достаточно сильна чтобы навеки обездвижить злобного дракона я готов принять твое благословение я почту за честь твои деяния велики а твое сердце наполняет рыцарский дух так займи же свое место и жди когда поднимется занавес мы возьмем воздаем тебе хвалу за непоколебимую верность ее высочеству теперь ее высочество поведет своих вассалов в бой против тени которая порождает нервану ночью большое спасибо вам ваше высочество господа герои тогда я вас покидаю кстати а вдруг вам понадобится пароль от главных врат увертюра вечной ночи что-то пойман запуталась что вы тут сейчас за сцену разыграли неужто среди моих приближенных но их того нет того кто был бы в силах осознать смысл моих речей пугающее невежество леди говорит что вы глуповаты тут и без перевода все было понятно так вот так вот о каком деле говорила принцесса чем раньше начнем тем быстрее закончим идем погодите что происходит так войдите на верхний этаж замка ну ничего больше нету потыбзить интересно а когда ты из иллюзий ты бишь сундуки они потом иллюзорные прямогемы то есть не приснились или они нормальные надеюсь на второе у вертюра вечной ночи книга нужно скорее ее закрыть надеюсь в этот раз мы больше не упадем ни в какие странные места библиотека почему мы в библиотеке ах так значит ты тот заклятый враг которого я ищу та правительница что бездействует в трудные минуты какая нелепость неужели ты думаешь что сможешь одолеть меня я ведь уже видела твою трусисть и нерешительность в прошлом почему вас двое это что твоя тень тень да неплохое определение ну что пришла склониться передо мной малышка эми ах ты а тот ночной ворон это ос отлично я так долго этого ждала говорят что великий летописец по имени ос принес в нервану ночи песнопение священного царства предполагаю это и есть ты склоняюсь перед вашим величием миледи почему ты зовешь ее миледи вы же видите что это тоже миледи а если ты миледи значит она моя хозяйка разве не так логично вы нужно предупредить вас дорогие господа вам не удастся выбраться из нерваны ночи я одолею вас и вы непременно станете моими рабами что же касается тебя ос ты принес сюда книгу пророческую и мои глупые подданные ударились в безумное поклонение этой ерунде однако почему бы тебе не перейти на мою сторону все же фишель и озу предназначены быть рядом друг с другом спасибо за вашу доброту миледи я всецело повинуюсь вам ос ос ты куда ты смотри как быстро переметнулся ты не научила ее предан... его преданности фишель не время отчитывать меня ос неужели она околдовала тебя почему ты ей веришь разве нервана ночи не святая земля свободы и театра такое заблуждение нервана ночи это тебе не парк развлечений так в нем ли же моим словам нервана ночи это могила для каждого кто боится столкнуться лицом к лицу с реальностью здесь ты будешь похоронена фишель и я заберу выдуманного нами озу и навсегда обоснусь в замке могила тебе ли не знать почему в нерване ночи идут дожди почему в этом райском уголке нет настоящих песен ты это все из-за тебя ха 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 такая ты смешная всему виной ты эми ты выдумала такую огромную страну но не смогла с ней справиться что потрясена тем что натворила где бы ты не скрывалась убежать от самой себя невозможно ты не могла попасть сюда вот я и снизошла чтобы исполнить твои обязанности нервана ночи принадлежит мне и ты здесь больше не указ я я эми ты глупая слабачка как ты такая глупая слабачка не заслуживает чести править этим миром убирайся эй может хватит судя по тому как ты блист на себя ругаешь эта проблема беспокоит тебя уже очень давно Мона так что это еще за выражение лица я я неужто сдаешься мне не хочется это признавать но может она права прошу не говорите так ваше высочество принцесса разве вы забыли зачем мы здесь Кадзуха я самурая из Инадзумы лично отвечаю за вашу безопасность все остальные здесь также откликнулись на ваш зов но я не знаю это круто имеют свою собственную большую могилу вот только нирвана ночи совсем на нее не похожа Синьян о смотрите-ка друзьями обзавелась думаешь это поможет тебе победить меня я твой мрак и кошмар я то от чего ты не смогла избавиться сколько ни пыталась передо мной ты бессильна а а нет я не могу не могу проиграть обязательно тебя одолею скоро ты пожалеешь что связалась со мной 絶対 не она как мона фишель Кадзуха и Синьяни ха ха главный герой выкинули так перейдите на террасу наверху а я не могу Оза призвать у меня нет Оза о а а зато Кадзуха со своей сигнатуркой блин мне даже просто интересно посмотреть что здесь плятва свободы артефакты а на ульту у Моны что на ульту оружие небесный атлас пятизвездочный у фишель ммм беструнный лук ну ладно артефакты тоже на ульту у Синьянь тоже на ульту и из оружия белая тень крафтовая ммм ну ладно я так понимаю самый сильный сейчас тап и можно побольше тап так тут все бежим дальше в какую мне сторону здесь тупик так не волнуйся и действуй осторожно спокойное сердце поможет удержать победу это все тупик уху уху так ее слайм блин не тот перс так нет ну что растопила я тебя да да так бежим дальше там видимо а ну-ка взбодрись нельзя проигрывать другим но в первую очередь себе и вовсе ты не собачка так и 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 персонажей так так дальше дальше и Пик. Где же проход? А, вот выйдет. Так, дальше, дальше. Так, щит. Мое гадание опять работает. Судя по нему, Фишель, который я знаю, сможет одержать победу. Так, давай-давай-давай! Добивай его, Фишка. Отлично. Бежим дальше. Давай, Фишель, давай! Не может быть! Ты смогла пройти через эту кошмарную библиотеку! Прочь! Прочь! Все еще думаешь, что я проиграю? Ты! Смотришь на меня с высока. Думаешь, что я ни на что не способна и ничтожество. Да, я была такой. Вечно бежала от реальности. Строила воздушные замки. И не терпела никакой критики в свою сторону. Но теперь я кое-что поняла. Когда я увидела этот мир грез, мне наконец стало ясно. Видела ли ты этот прекрасный мир грез снаружи? Такой масштабный, такой красивый. Это мое воображение. Главный источник моей силы. Ты невероятно высокомерная. Как и это присуще отрицательным героям. Но тебе нечем гордиться. Никакая ты не принцесса. Лишь жалкая самовлюбленная пылинка, стоящаяся в моей тине. Неудачница, что тянет меня на дно. Ты слаба, поэтому с ног до головы покрыта шипами. Ты труслива, поэтому в отчаянии надела на себя фальшивую маску. Разве может такой человек быть сильнее меня? Теперь верни мне положенное... Что? Верни все то, что принадлежит мне. Нирвану ночи, замок, моих подданных, а еще... Верни... Моего спутника Оза! Ох, даже не знал, что Меледия уже может говорить так свободно и смело. Вы действительно настоящая принцесса. Ты еще смеешь что-то говорить? Жалкий предатель! Я не предатель, Меледия. Я лишь кое-что вам наглядно демонстрирую. Всем известно, что Оза сопровождает только принцессу осуждения Фиш. Однако, вы обе являетесь ею. Значит, то, что рядом с кем я стою, вовсе не имеет значения. Вы обе, Фиш. Но, когда я перешел на другую сторону, вы ведь не потеряли свою идентичность. Ах, вот в чем дело. Это мутро. Идентичность? Как вы думаете, что означает Фишль? А? Прошу ответить на мой вопрос, Меледия. Фишль, это... Это не способная спуститься на землю и посмотреть в глаза самой себе трусиха. Нет. Это неправильный ответ. Фишль, это... Я? Вы очень сообразительны. Что? Так просто? Да, так просто, Меледия. Иногда Фишль, это гордая принцесса осуждений. Иногда это храбрая и высокомерная особа. А иногда робкая и нерешительная девушка. Фишль, это вы сами. Такая благородная, но в то же время простая. Первоклассная искатница приключений, которой, однако, трудно завести много друзей. Все это Фишль. Ее высочество принцессы великолепной страны. Фишль рабка, но в то же время сильна. Фишль так боится осуждения со стороны других, но так отчаянно желает, чтобы ее уважали. Но самое главное, Фишль, это та, что вечно критикует себя. Та, что столько раз сама себе ставила под ножку, но столько же раз поднималась и продолжала идти вперед. Только вы можете называться именем Фишль, Моя Леги. Такое сложное, но в то же время простое имя, выражающее всю прелесть мечты и свободы. Неважно, следуют ли за ней люди. Эми всегда будет оставаться Фишль. Фишль — это и есть вы. Мудрая Фишль, сердце которой всегда в это верила. Да будет мой народ свободен от таков древних порядков. Я благодарю вас за то, что вы создали Нирвану Ночи, что стало нашим домом, и за то, что вы дали начало тому, что он и не зовется песнопениями Священного Царства. Эта книга дала нам надежду. А теперь, Ваше Высочество, примите свою собственную тьму. Верните себя себе. Ух ты, другая Фишля исчезла! Что, она вернулась? Похоже, тень вернулась на свое место. Сердце Фишель. О, вы здесь? О, похоже. Мои дорогие подданные, так значит, вы услышали зов принцессы. Да, Ваше Высочество. Опять она застарая. Оз был совершенно прав. Пришел день, когда я, принцесса осуждения, наконец, обрету себя и верну власть над Нирваной Ночи. А потому я объявляю. Добро пожаловать в Нирвану Ночи! Ура! Ура! Однажды, в Грузовую Ночь, девушка таскала в библиотеке пусть в будущем. Она сказала себе, я создам страну грез. Я возведу города и сел, создам горы и моря. Она обратилась к тем, кто разделял ее мечту. Гордитесь вымыслом. Это превыше реальности. Гордитесь нашим маленьким запретным раем. Такой же прекрасный день. Я вернула собственное я и стала настоящей принцессой. Нирвана Ночи наконец вернула истинный облик. И все же я понимаю, что мои негативные эмоции никуда не исчезнут. Но ничего страшного, я буду продолжать бороться со своими слабостями. Ведь я понимаю, что во мне также есть уникальные, прекрасные черты. Фишель! Театр вроде уже открылся. Пойдешь на представление? Выбирай выражение, леди Паймон. Ваше Высочество, не желаете ли вы присоединиться к просмотру представления? Что-то придворные совсем распустились. Осмеливаются насмехаться над принцессой. Я вовсе не насмехаюсь, просто радуюсь тому, что ты повеселела. Насладимся же этим вечером. Сегодня великий день для Нирваны Ночи. Хм. Милерий хочет сказать, что он говорит, что призывает уважаемых господ. Но исполнится ликование, ведь сегодня священная громовая земля не зашла в истинный мир. А? Мы поняли, поняли. Не надо переводить все слова обратно на язык Фиши. Какой странный стране театральное представление наверняка крайне увлекательно. Что касается той загадки, над которой я размышляю, скоро я получу ответ. Ой, так у нас есть еще одно действо. Ваше Высочество. Оз, просим нас простить. Хорошо, увидимся позже. Давай попробуем еще раз. Может, получится связаться с Венти. Оз, просим нас простить. Ага. Маши-маши? А, это ты? Голос... Незнакомый. Что? Это же не бродяжка. Прошу прощения, кто ты? Мы, похоже, с вами не знакомы. Я знаю, вы хотите связаться с кем-то за пределами острова, но пока этого сделать нельзя. Поэтому я прервала сообщение. Чего? Может, вместо того, чтобы спрашивать, вам лучше узнать обо всем самим? Невероятный мир грез своего рода сон наяву является воплощением сокровенных душевных переживаний. Пойдите, взгляните на все своими глазами, а когда закончится, расскажите, какие чувства у вас возникли. Связь прервалась. Хиза, кто ты была такая? Как странно. Почему она не хочет, чтобы мы связались с Венти? И зачем ей знать о твоих чувствах? Ох, Паймен ничего не понимает. Я тоже не понимаю. Паймен немного страшно, но непременно она тебя защитит. Что бы ни случилось, Паймен всегда будет рядом. Давай пока держать это в тайне. В ее словах не было никакого злого умысла. Скорее, она пытается что-то выяснить. Не знаю, какого именно ответа она от меня ждет. Сперва нужно найти дойти до конца истории. Детнее морское путешествие. Четвертая глава завершена. Апокалипсис летней ночи. Так, и здесь открылись задания в цитадели нерваны ночи от Фишли. Следующий у нас будет про Мону. Знаете, мне почему-то кажется, что вот это вот кто вклинился в Додо Коммуникатор, возможно, это может быть всего лишь один человек. Алиса. Мама Кли. Потому что Додо Коммуникатор есть у нас и у Венти. Венти его дала кто? Алиса. И... Ну... А кто еще? Откуда? Еще мог взять Додо Коммуникатор? Кто еще? Эх, ладно. Думаю, окончание должно быть каким-то таким. Прошу прощения. В общем, интересно. Мы наконец узнали про прошлый Фишель более что-то понятное, но опять в рамках ивента. Мне кажется, кроме ивента Фишель возможно практически больше нигде и не появлялась. Это интересно. Может, когда-нибудь и встречи или легенды тоже какие-то добавят. Кто знает. Ну, а на этом увидимся с вами завтра. Большое вам спасибо за просмотр и до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok